ребят всем привет добро пожаловать на канал ну что долгожданное видео об инвестициях в нескольких видео на своем канале я обмолвилась что инвестируются здесь чем мне начали поступать от вас вопросы а как а что а зачем а почему и так далее поэтому я решила записать для вас это видео чисто для новичков для тех кто возможно тоже хочет начать инвестировать вкладывать куда-то деньги заниматься своей финансовой грамотностью это видео ни в коем случае хочу вас предупредить что это видео ни в коем случае не является инвестиционной рекомендации и принимать решение только вам сегодняшнее видео будет полезно российской части моей аудитории и следующее видео я уже запишу для европейской части моей аудитории людей которые живут в европе и так для того чтобы начать инвестировать вам по сути нужно открыть только брокерский счет положить туда какую-то сумму энную сумму денег и купить на нее каких-то ценных бумаг в принципе все ну естественно нужно подходить к этому с умом подбирать с умом ценные бумаги такой миф хочу развеять о том что чтобы инвестировать нужно много денег на самом деле ребят есть на рынке ценных бумаг бумаги которые стоят и по 5 рублей и по 10 рублей и по 100 рублей и поэтому начать можно реально просто с этой суммы если у вас есть там тысяча рублей 10 тысяч рублей то вам вполне этого будет достаточно для того чтобы начать для того чтобы открыть брокерский счет сейчас очень все стало доступно очень быстро и очень просто вообще ничего практически не нужно делать и можно открыть его даже удаленно потому что сейчас многие банки также предоставляют и брокерские услуги сегодня я буду рассказывать вам на примере тиньков это один из самых известных и в россии брокеров покажу сегодня как открыть там брокерский счет если у вас есть карта тиньков то вам не нужно даже никуда ходить и все можно сделать удаленно если карты тиньков нет то можно открыть карту тиньков тоже удаленно получить ее через курьера курьер вам ее привезет и после этого открыть брокерский счет просто придется чуть больше действий совершить погнали покажу как открыть брокерский счет тиньков банки а потом покажу как купить бумаги кстати ссылку на открытие брокерского счета я оставлю в описании под этим видео и если вы откроете счет именно по этой ссылке тиньков вам подарит еще акции до двадцати тысяч рублей что неплохо я считаю переходим по ссылке которую я оставлю для вас под этим видео и вот что вы видите на экране здесь вам сразу пишут что вам придет подарочная акция до двадцати тысяч рублей нажимаем забрать подарок и дальше тиньков вас попросит ввести ваши данные фио и телефон вводим нажимаем продолжить и дальше вводим код из sms все счет буквально в несколько кликов открыт дальше чтоб войти в свой личный кабинет инвестора вам нужно будет ввести номер карты тиньков если у вас нет карты нажимаете у меня нет карты и тогда вам нужно будет просто получить карту тиньков это все делается удаленно также просто вводите свои данные которые тиньков попросит адрес и курьер привозит вам карту на дому вообще ничего сложного нет и после этого вы спокойно сможете пользоваться своим брокерским счетом вводите номер карты тиньков нажимаете продолжить придумываете какой-нибудь сложный пароль который можете запомнить все как обычно ничего сложного сохраняем и теперь нужно будет ввести придумать четырехзначный код для быстрого входа в личный кабинет здесь он предлагает ввести дополнительные валюты отметить но я кроме рубля пожалуй ничего не хочу добавлять нажимаем не сейчас и нажимаем продолжить после того как вы открыли был брокерский счет у вас в вашем приложении тиньков банковском полу появится этот счет он называется инвестиции вы можете на него нажать и далее начать инвестировать он тут покажет вам некоторые бумаги которые вы можете купить предлагаю пока не обращать на них внимание и дальше в самый конец ему пролистаем то увидим больше бумаг в тиньков инвестициях нажимаем туда и он предложит нам скачать приложение тиньков инвестиции брокер через которое вы собственно и будете торговать скачиваем приложение тиньков инвестиции нажимаем далее так как счет у нас уже открыт открыть счет или войти далее принимаем формальности и дальше он предлагает вам войти как вы либо войти с другим номером если вы регистрировались со своим правильным номером все сделали правильно то входите с тем номером с которым вы регистрировались вводите код доступа который только что придумали все буквально пять минут и мы открыли с вами брокерский счет вообще ничего сложного нет поздравляю теперь нам нужно его пополнить чтобы что-то покупать здесь на главном экране есть кнопочка пополнить самом верху операции пополнить аналитика нажимаем на плюсик нажимаем пополнить можно пополнить с карты с любой со сбера с втб с тиньков кстати в тиньков прямо в приложении для инвестиций есть обучающие уроки для новичков в инвестициях если вы никогда не инвестировали я рекомендую посмотреть эти уроки чтобы найти эти бесплатные уроки нажимаем на внизу в приложении на кнопочку еще здесь у вас есть три вкладки настройки профиль и инфа нажимаем на профиль и первая плашечка которую мы видим это как раз академия инвестиций бесплатные курсы по инвестициям разной сложности нажимаем на нее и первое что мы видим легко начать курсы для быстрого старта в инвестициях если вы новичок в инвестициях то было бы неплохо вам их посмотреть для новичков я советую начать с облигации федерального займа я сама когда-то с них начинала это один из самых надежных инструментов и для того чтобы начать в них инвестировать достаточно тысячи рублей также если вы хотите пойти дальше и инвестировать еще в какие-то инструменты то кроме облигации федерального займа можно рассмотреть и корпоративные облигации такие например крупные компании как сбербанк как магнит как мтс и так далее они тоже выпускают свои корпоративные облигации по сути облигация это займ то есть компания или государство занимает у вас деньги и платит вам процент за то что они заняли у вас деньги проценты называются в случае с облигациями купонами вы деньги даете не на бесконечное количество времени а на какой-то определенный период и вы заранее его знаете например на год на 3 на 5 на 10 на 30 лет в зависимости от срока облигации есть две стратегии заработка на облигациях это заработок на купонах по сути на тот том проценте которые они платят за пользование вашими деньгами купон как правило у государственных облигаций составляет 7-9 процентов если сопоставить со вкладами в банке то вклады в банках в среднем там пять процентов если мы говорим о тех вкладах которые позволяют вложить от 1000 рублей и плюс у них есть какие-то ограничения там на пополнение и так далее по сути вы вложили тысячу рублей и если купон составляет 9 процентов то вы с одной облигации с одной тысячи рублей в год сможете заработать 90 рублей вторая стратегия инвестирования в облигации более сложная но та которая тоже очевидно я думаю всем это купил дешевле продал дороже и второй а по сути уже третий инструмент про который я сегодня расскажу это акции это уже более сложный и более рисковый инструмент чем облигации тем более облигации федерального займа и для новичков если уже выше вы все-таки решились решитесь покупать акции то стоит начать с акций крупных компаний таких как газпром таких как сбербанк мтс и так далее крупных известных компаний их еще называют голубыми фишками в кругах в кругах инвесторов здесь тоже есть две стратегии инвестирования это заработок на дивидендах кстати не все компании не все акции платят дивиденды тоже нужно смотреть эту информацию если вы хотите использовать эту стратегию и 2 вторая стратегия заработка это такая же про которую я уже говорила это купил дешевле продал дороже разберем давайте акцию сбербанка сейчас она стоит примерно 230 рублей за одну акцию и минимум можно купить 10 штук то есть для того чтобы приобрести акции сбербанка вам потребуется всего две тысячи триста рублей если мы выбираем дивидендную стратегию как мы сможем на ней заработать судя по истории сколько они платят дивидендов последний дивиденд они заплатили 25 рублей на акцию то есть если бы вы купили акцию за 200 30 рублей одну штуку и получили бы дивиденд 25 рублей то заработали бы 11 процентов годовых неплохо ну что давайте покажу теперь как покупать ценные бумаги заходим свое приложение внизу мы видим в следующей вкладке главное что купить пульс чат и еще заходим во вкладку что купить та которая с лупой и здесь под что купить сразу же написано рынке валюты и металлы акции фонды виды ценных бумаг в общем я советую новичкам как я уже говорила начинает все таки с облигацией из акции компании голубых фишек это крупные компании первого эшелона например давайте покажу вам как купить газпром если мы например нажмем на акции то увидим здесь списочек акции вообще которые можно купить через синьков здесь очень много акций в долларах но я бы сейчас их не стала покупать сразу же бы отсортила рвала российские нажала и здесь вот пожалуйста акции российских компаний можно вот вконтакте есть яндекс и так далее в общем посмотрите здесь сами а я сейчас покажу как быстро найти компанию которую если вы уже знаете что купить здесь есть поисковая строка во вкладке что купить здесь сразу же можно набрать газпром прям вручную и вот вам уже нашел две акции с таким названием газпром и газпром нефть мы покупаем именно газпром ту компанию которая занимается газом нажимаем на нее видим актуальную цену ух как она скачет сейчас там принимается решение по дивидендам поэтому так скачет и далее нажимаем кнопочку купить количество лотов нужно нам выбрать я буду покупать один лот вот он сразу же вам тут подсказывает что один лот 10 акций цена указана за одну акцию то есть сто семьдесят четыре рубля это одна акция столько стоит а мы с вами покупаем один лот который содержит 10 акций соответственно нам надо тысяча семьсот сорок пять рублей на то чтобы купить этот лот и все далее нажимаем кнопку купить подтверждаем облигации покупаются абсолютно точно так же можно здесь нажать вкладку облигации чтобы посмотреть все доступные облигации и здесь же есть вкладка следующая вверху о фазе корпоративные еврооблигации и так далее нас сейчас интересует о фазе так как именно с них я советую начинать новичкам нажимаем о фазе и здесь мы видим все о фазе те которые вот казахстан это казахские облигации от те которые о фазе это российские облигации под каждым названием облигации написано сколько лет ее нужно будет держать до погашения 18 лет 13 лет 12 лет это прям слишком долгий срок я бы купила на 234 года что нас тут интересует на примере какой-нибудь облигации покажу например о фазе 26 215 вот она мне нашлось поиски и справа от названия мы видим стоимость облигации сколько она стоит сейчас 999 рублей и под суммой пишется процент это процент доходности к погашению то есть если вы будете держать эту облигацию до погашения то заработаете семь с половиной процентов на ней годовых вот и тут точно также заходим внутрь этой облигации здесь можно посмотреть о ней информацию график почитать о выпуске что это такое облигация федерального займа страна россия и так далее рейтинг компании как видите высокий потому что это государственная облигация если пролистать немного дальше то мы увидим опять же ту же информацию доходность к погашению когда будет погашена эта облигация то есть когда вам вернут деньги за нее вот эту самую стоимость облигации 1000 рублей как мы как я вам уже объясняла в начале этого выпуска в данном случае данная облигация будет погашена 16 08 вам для этого ничего делать не нужно деньги придут на счет автоматически и как правило последний купон выплачивается в последний день облигации в день ее погашения дальше можно зайти во вкладку купоны и здесь будет календарь купонов здесь так как уже облигация уже совсем скоро погасится остался только один купон 34 рубля 90 копеек и здесь также нужно обратить внимание на такой нюанс потому что сама облигация сейчас стоит меньше 1000 рублей да но вам нужно еще заплатить накопленный купонный доход тому человеку у которого вы эту облигацию приобретаете потому что она сейчас кто-то ее уже держит и сведения об этом накопленном купонном доходе а также во вкладке а выпуске находится здесь ищем строчку накоплен купонных доход 18 79 чтобы вычислить сколько мы пол заработаем с вами чистыми на этой одной облигации нам нужно цену облигации девятьсот девяносто восемь рублей ну я бы округлила девятьсот девяносто девять бы сделала плюс вот этот самый накопленный купонный доход тысяча семнадцать рублей восемьдесят копеек это та сумма которую вам нужно в совокупности заплатить за эту облигацию как мы помним когда облигация погасится вам выплатят тысячу рублей номинал облигации плюс купонный доход то есть вам выплатят тысячу плюс купонный доход тридцать четыре рубля девяносто копеек получается мы заработаем с вами 17 рублей 10 копеек уже в августе с одной облигации если мы купим 10 облигаций то мы заработаем сто семьдесят один рубль если мы купим сто облигаций то мы заработаем тысяча семьсот десять рублей неплохо для новичков в инвестициях учитывая что вы укладываете деньги всего лишь на два месяца покупать точно так же как я вам показывала сейчас газпромом просто нажимаем кнопочку купить вводим количество лотов которые вы собираетесь купить в данном случае один лот одна облигация здесь тоже все внизу написано цену за которую вы покупаете и все и нажимаем купить поздравляю вы купили свои первые ценные бумаги ну что ребята надеюсь это видео было вам полезно ссылку на открытие брокерского счета в тинькофф я оставлю вам в описании под этим видео и также ссылку на открытие обычного банковского счета в тинькофф также оставлю в описании кстати если вы откроете счет именно по этой ссылке брокерский то тинькофф подарит вам акции до 20000 рублей а если откроете обычный банковский счет то у вас будет бесплатное обслуживание навсегда ну все ребята надеюсь вам понравилось это видео надеюсь оно было вам полезно если есть какие-то вопросы задавайте их в комментариях если интересно что-то еще на тему инвестиции тоже пишите мне в комментариях и еще раз хочу сказать что это видео ориентировано в первую очередь на новичков и не является инвестиционной рекомендацией все всем пока спасибо за просмотр